Вечером 24 апреля 1980 года три американских транспортных самолета, три самолета-заправщика и восемь вертолетов без предупреждения вошли в воздушное пространство Ирана. Система противовоздушной обороны страны после Исламской революции находилась в плачевном состоянии, так что иранские военные появления американской авиации просто не заметили и ни о чем не подозревали. На борту американских самолетов находилось 90 десантников и такое же число вспомогательного персонала. Им предстояло участвовать в масштабной антитеррористической операции. Одновременно американская агентура внутри иранской столицы получила задание устроить нечто вроде маленького восстания. И действительно в Тегеране началась стрельба, вспыхнули пожары, нарушилась телефонная связь. По плану, составленному в Пентагоне, американские десантники должны были ночью тайно войти в Тегера. Им предстояло освободить взятых в заложники полсотни американских дипломатов. Весь наличный состав посольства Соединенных Штатов в Иране. Первая фаза операции называлась «Горшок риса». 4 ноября 1979 года. Воскресенье. В исламских странах отдыхают по пятницам, так что в американском посольстве в Тегеране начался обычный рабочий день. С раннего утра у посольства собралась толпа, выкрикивавшая антиамериканские лозунги. В этом не было ничего необычного. Такие митинги после исламской революции устраивались чуть не каждый день. В начале того же года, 14 февраля, тегеранская толпа даже на несколько часов захватила американское посольство. Но толпу быстро разогнали. После этой истории посольские архивы эвакуировали в Западную Германию. Потом решили, что опасность миновала, и документы вернули в Тегеран, чтобы посольство могло полноценно работать. Более того, сотрудникам посольства разрешили вернуть в Тегеран жен и детей. Именно в тот день семьи дипломатов в аэропорту Франкфурта-на-Майне ждали вылета в Тегеран. Но 4 ноября толпа численностью примерно в 3000 человек неожиданно вломилась в ворота американского посольства. Исламская милиция толпе не препятствовала. Толпа легко разоружила малочисленную охрану и вырвалась в главное здание. Американского посла отозвали в Вашингтон. Работой посольства руководил временной поверенной в делах. Он с утра вместе с помощником и охранником отправился в Иранское министерство иностранных дел. Туда ему и позвонили из посольства и сообщили, что происходит. Он заявил протест министру иностранных дел Ирана Ибрагиму Езди. Министр обещал урезонить толпу, но не правительство руководило исламским Ираном. Сотрудники посольства укрылись на втором этаже, где замочной стальной дверью должны были ждать помощи. Попытки толпы взломать дверь оказались безуспешными. У иранцев ушли бы многие дни на то, чтобы ее вскрыть. Но они пригрозили убить уже захваченных американцев, если дверь не откроют. Поверенный в делах приказал своим сотрудникам по телефону – сдавайтесь. В руки толпы попали 66 американцев. Весь остававшийся в Тегеране дипломатический персонал, морские пехотинцы из охраны, а также люди, случайно оказавшиеся в посольстве. Поначалу непонятно было, кого представляют захватившие посольство студенты и чего они, собственно, хотят. Думали, что это произошло спонтанно, как уже было в феврале. Тогда через несколько часов поступил приказ отпустить дипломатов, иранцы очистили посольство. На сей раз толпа явно действовала по приказу свыше, и Айталах Амини превратил захват посольства в символ борьбы за независимость страны. По всему Ирану жгли американские флаги. Чучело дяди Сэма кричали «Смерть Америки». Когда захваченные сотрудники посольства спрашивали, когда их освободят, студенты отвечали «Когда ваш президент Картер отдаст нам шаха». Айталах Амини потребовал от Америки выдать бежавшего из страны шаха Мохаммеда Риза Пехлеви, который находился в Нью-Йорке, вернуть Ирану все деньги шаха, принести народу Ирана извинения за вмешательство в его внутренние дела и обещать больше этого не делать. Судьба захваченных дипломатов была в руках человека, на которого внешний мир взирал со смесью страха и отвращения. И с каждым днем положение заложников казалось все более безнадежным. Встретиться с Хамини удалось только знаменитой итальянской журналистке Ариане Фалачи, женщине бесстрашной и откровенной. «Предо мной предстал глубокий старик», – вспоминала Ариана Фалачи. «Вблизи он не вызывает страха, может, потому что у него столь усталый вид и мистическая печаль меняет черты его лица, или мистический гнев. Я почти с симпатией рассматриваю его белую льняную бороду, его влажные и чувственные губы, губы человека с трудом подавляющего искушения тела, его большой волевой нос. Смотрю в его ужасные глаза, в которых светится вся его вера, та вера, при которой нет места сомнению. Я смотрю в глаза, в которых светится безжалостная сила того, кто посылает людей на смерть, не проронив ни слезинки». Ариана Фалачи спросила, куда идет Исламская республика Иран? Мир этого не понимает. «Если вы, иностранцы, не понимаете нас, то тем хуже для вас», – ответил Хамини. «Во всяком случае, это вас не касается. Наш выбор вас не касается. Если же некоторые иранцы не понимают, то тем хуже для них. Значит, они не поняли ислама». «Вы восстанавливаете законы и обычаи более чем тысячелетней давности», – спрашивала итальянская журналистка. «Не кажется ли вам, что мир с тех пор изменился?» «Вы откопали установление о запрете музыки. Но почему грех слушать музыку, имам Хамини?» «Музыка мешает разумно мыслить, потому что она вызывает радость и экстаз, близкие к тем, которые вызывают наркотики», – ответил Хамини. «Ваша западная музыка, разумеется. И она отвлекает, отравляет нашу молодежь, которая больше не интересуется судьбой своей страны». Даже музыка Баха, Бетховена, Верди с изумлением уточнила Ариана Фалачи. «Мне неизвестны эти имена», – сказал Хамини. «Если они не приводят разум в замешательство, то они не будут запрещены. Есть у вас такая музыка, которая не будет запрещена, например, марши и гимны. Нам нужна музыка, которая воодушевляет, марши, которые побуждают молодых людей, даже парализованных, идти вперед». «Правда ли, что вы, имам, – спросила Ариана Фалачи, – приказали убить Шаха и сказали, что исполнивший приказ будет считаться героем, а если погибнет, исполняя приказ, то пойдет в рай?» «Нет», – ответил Хамини. «Я? Нет. Я хочу, чтобы Шах был возвращен в Иран и публично судим за совершавшееся им в течение 50 лет преступление против персидского народа. Если он будет убит за границей, то все украденные им деньги будут потеряны. Если мы будем судить его здесь, то сможем вернуть эти капиталы. Я хочу, чтобы он был здесь, и для этого я молюсь за его здоровье». Шахреза Пехлеви и его семья покинули Иран 16 января 79-го. Через две недели, 2 февраля, в страну триумфально вернулся Айтала Рухала Хамини, главный враг шахского режима, ненавидевший Шаха за его реформу. В ноябре 64-го Хамини отправили в изгнание. Он обосновался в Ираке, в городе Наджафи. Это одно из священных для шиитов мест. В сентябре 78-го Саддам Хусейн выставил Хамини из Ирака. Айтала переселился во Францию, откуда триумфально вернулся на родину, когда Шаха свергли. Его встречали 5 миллионов восторженных иранцев, которые выстроились на улицах, чтобы своими глазами увидеть имама. В апреле 79-го Хамини провозгласил Иран исламским государством. На первое время бежавшего из страны Шаха приютил президент Египта Анвар Саддат. Для радикальных исламистов это было второе преступление египетского президента, заключившего мир с Израилем. Это стоило ему жизни. Во время военного парада в Каире исламисты расстреляли Саддата. Покинув Египет, Шах нигде не мог найти убежище. Никто не хотел ссориться с Хамини. Обращаться за помощью к Соединенным Штатам он не хотел, думая, что старые друзья сами о нем вспомнили. 28 сентября 1979 года заместителю государственного секретаря Дэвиду Ньюсому сообщили, что Шах серьезно болен. Вероятно, у него малярия, и ему понадобится медицинская помощь, которую можно получить только в Соединенных Штатах. Государственный секретарь Сайрус Венс информировал президента Картера, что если состояние Шаха действительно ухудшается, к нему могут обратиться с просьбой разрешить Шаху въезд в страну. В Мексику командировали доктора Бенджамина Кина, руководителя отделения тропических болезней Нью-Йоркской больницы. Он не нашел у Шаха малярии, а предположил, что он болен раком. Доктор Кин сказал, что только в Соединенных Штатах можно поставить правильный диагноз и помочь пациенту. Опытный доктор Кин был прав. За пять лет до этого, еще в 1974 году, врачи обнаружили у Шаха лимфомы, рак лимфоузлов. Но никто об этом не знал. Французские врачи лечили его тайно. Видно, американский политик и банкир Дэвид Рокфеллер и бывший государственный секретарь Генри Киссингер считали, что давний надежный союзник имеет право на политическое убежище в Америке. Но президент Джимми Картер не хотел впускать Шаха в Соединенные Штаты. Опасаясь за судьбу американцев, все еще остававшихся в Иране. Американское посольство в Иране предупредило Вашингтон, что приезд Шаха в Соединенные Штаты крайне опасен. В атмосфере ненависти к Шаху и в условиях роста влияния исламского духовенства реакция Ирана будет даже острее, чем она могла быть еще несколько месяцев назад. 19 октября 1979-го президент Картер, как обычно, по пятницам устроил деловой завтрак со своей внешнеполитической командой. За приезд Шаха высказались вице-президент Уолтер Мондейл, государственный секретарь Сайрус Вэнс и министр обороны Гарольд Браун. Сопротивлялся только сам Картер. Руководитель президентской администрации Гамильтон Джордан сказал президенту, если Шах умрет в Мексике, представляете себе, что скажет Генри Киссинджер журналистам? Что сначала вы позволили свергнуть нашего верного союзника, а затем просто его убили. К черту Киссинджера, вспылил Картер, я президент этой страны. «Картер ходил по комнате», – вспоминал вице-президент Уолтер Мондейл. «А мы все уговаривали его впустить в страну Шаха. И вдруг он произнес, а если иранцы возьмут наших людей в посольстве, в заложники, что вы мне тогда скажете?» В комнате повисла мертвая тишина. Будущий президент Соединенных Штатов Джимми Картер родился в деревянном, плохо отапливаемом доме на маленьком железнодорожном полустанке. Семья Картер разводила кур, цесарок, уток и гусей. Его отец был фермером, мать-медсестрой. В детстве Джимми Картера пороли и вообще держали в ежовых рукавицах. Летом Картер ходил босиком и надевал рубаху только, когда шел в церковь. Будущий президент таскал воду для поливки поля, окучивал сладкий картофель, ухаживал за бахчой, где росли арбузы, таскал дрова для плиты, подметал двор, задавал корм свиньям, стрек овец, доел коров, ощипывал гусей. Картер помогал отцу торговать в лавке сахаром, солью, мукой, кофе, табаком, мылом, касторовым маслом и керосином. Лавка работала по субботам, а в другие дни ее открывали, когда появлялся покупатель. Картер хотел учиться в военно-морской академии в Анаполисе. Это была возможность получить прекрасное образование за казенный счет. Денег, чтобы учиться в колледже, у семьи не было. Джимми поступил в академию с помощью конгрессмена, которого отец Картера поддерживал на выборах. В военно-морской академии царило то, что у нас называется дедовщиной. Старшие курсанты измывались над первокурсниками. Если кто-нибудь выказывал слабость, его вынуждали уйти из академии. Каждое лето курсанты ходили в учебное плавание по Карибскому морю. Чаще всего на старых линкорах. Спали на палубе. Сразу же после сигнала подъема палубу начинали поливать морской водой шлангом. Чтобы сохранить одеяло и одежду сухими, курсанты должны были вставать очень быстро и мгновенно покидать палубу. Денег у нас было мало, вспоминал Картер. Моя лейтенантская зарплата составляла 300 долларов в месяц. Из них за квартиру мы платили 100 долларов. За мое питание на корабле 54 доллара. И за облигации военного займа 75 долларов. На все остальные расходы на месяц оставался таким образом 71 доллар. Но Розалин всегда хорошо справлялась со своими обязанностями к поведению хозяйства. Молодой морской офицер Картер плавал на старых дизельных подлодках, а мечтал служить на новых, атомных. Он подал рапорт начальству. Отбором офицеров для атомного подводного флота занимался знаменитый адмирал Хаймон Рейхомер, создатель американского атомного подводного флота. Человек резкий и жесткий. Он поинтересовался у Джимми Картера. На каком месте вы были по успеваемости на своем курсе военно-морской академии? Картер гордо ответил. Сэр, я был по успеваемости 59-м из 820 человек на курсе. Картер ожидал похвалы и ошибся. Адмирал хмуро спросил его, а почему вы не были первым? Слова адмирала подействовали на будущего президента. А почему в самом деле он позволяет кому-то обгонять себя? Почему не он первый? Отслужив на флоте несколько лет, Картер подал в отставку и вернулся домой. Он занялся семейным бизнесом, торговал удобрениями и выращивал арахис. Его первым политическим жестом был отказ вступить в союз белых граждан, противников равенства черных и белых. Соседи устроили Картером небольшой бойкот. Отказывались от покупок в его лавке, но будущий президент был тверд. Он не считал, что люди одной расы лучше других. Он выступил против принятого законодательным собранием штата Джорджия положения о том, что человек обязан верить в Бога. Очень набожный, сам читающий проповеди, Картер считал, что свобода выбора важнее всего. Вот почему, став президентом, он все-таки разрешил бывшему иранскому шаху приехать в страну, хотя сознавал, что принимает крайне опасное решение. Он не мог отказать больному шаху в медицинской помощи. «Ни в Конституции Соединенных Штатов, говорил Джимми Картер, ни в Декларации независимости, ни в Билле о правах, ни в Новом и Ветхом Завете вы не найдете таких слов, как экономность или эффективность. Но вы обнаружите другие слова, такие как честность, чистота, справедливость, свобода, законность, мужество, патриотизм, сострадание, любовь и многие другие, которые говорят о том, каким должен быть человек. Эти же слова относятся к тому, каким должно быть правительство». 20 октября посольство Соединенных Штатов в Тегеране получило шифровку из Вашингтона. «Информируйте иранские власти, что шаху разрешено въехать в Соединенные Штаты. Но разрешение временное, для проведения диагностики и курса лечения». Дипломаты и разведчики были поражены. Они считали, что надо дистанцироваться от шаха, раз уж Вашингтон пытается наладить отношения с революционным режимом. Временный поверенный в делах посетил премьер-министр Мехди Базаргана и министр иностранных дел Ибрагима Езди, которые считались умеренными политиками. Но и они ответили, что иранцы не верят в умнимую болезнь шаха и воспринимают решение Вашингтона как враждебный иранскому народу шах. 22 октября 1979-го на личном самолете Дэвида Рокфеллера шах был доставлен в Нью-Йорк. Через неделю, 1 ноября в Алжире, премьер-министр Мехди Базарган и министр иностранных дел Ибрагим Езди тайно встретились в Алжире с советником американского президента по национальной безопасности Збигневом Бжезинским. Они хотели обсудить вопрос, как сохранить отношения в этой кризисной ситуации. Но сохранить встречу в секрете не удалось. Хамени и окружавшие его исламисты желали полного разрыва отношений с Соединенными Штатами, чтобы в стране не осталось ни одного американца. Они боялись, что американцы сговорятся с прозападными, как они считали политиками. О встрече руководителей правительства с Бжезинским сообщило радио Тегерану. В истерической атмосфере, сложившейся в Иране, это было воспринято как сговор правительства с Соединенными Штатами с целью свергнуть революционное правительство и вернуть шах и хвост. В манифестации протеста по улицам столицы прошли более миллиона человек. Почему же американцы сразу не эвакуировали посольство? В Вашингтоне думать об этом не хотели. Иран такое большое и важное государство. Как же можно остаться без посольства в Тегеране? Через две недели после захвата посольства Хамени объявил, что негры, афроамериканцы, как их называют в Соединенных Штатах, женщины и неграждане США будут освобождены. В общей сложности иранцы отпустили 13 человек, осталось 53 заложника. Через полгода отпустили еще одного человека с трагическим диагнозом – рассеянный склероз. Остальные 52 человека, в том числе двое женщин и один афроамериканец, провели в неволе 444 дня. В руки толпы не попали поверенный в делах Соединенных Штатов Брюс Лейнер, а также его помощник и офицер безопасности, которые в момент захвата посольства находились в здании Министерства иностранных дел. Там они и оставались. Поверенный в делах мог покинуть иран в любую минуту, но отказался бросить своих подчиненных. И еще шестеро американцев в Тегеране избежали участия своих коллег. Сельскохозяйственный атташе Лейшац в этот день находился в другом здании. Боб Андерс, который руководил консульским отделом, и две супружеские пары, работавшие под его началом, высказали через заднюю дверь, когда в посольство ворвались студенты. Все не нашли убежище в канадском посольстве в Тегеране, но было ясно, что долго они не смогут там скрываться. Их надо было как можно быстрее вывезти из страны. Поручили это ЦРУ. Я пришел к выводу, вспоминал сотрудник ЦРУ Антонио Мендес, что в данном случае надо разработать настолько экзотическое прикрытие, чтобы никто из иранцев не заподозрил, что это придумано разведкой. Я решил отправить в Тегеран канадскую киносъемочную группу. Появление киношников ни у кого не вызовет подозрений. Сотрудники ЦРУ зарегистрировали мнимую кинокомпанию, поместили в газетах рекламные объявления, написали сценарий, съемки которого требуют поездки в Иран. Смесь средневековой мистики и научной фантастики. После этого они обратились в иранское консульство в Сан-Франциско и попросили визы для шестерых канадцев, одного европейца и одного латиноамериканца, который представлял инвесторов. Визы были получены. Но вместо восьми человек в Тегеран прилетели только двое сотрудников ЦРУ. Шесть канадских паспортов с подлинными иранскими визами предназначались для американцев, которых предстояло спасти. Паспорта были подлинные. Парламент Канады разрешил использовать канадские паспорта в гуманитарных целях. Сотрудникам ЦРУ пришлось только на месте проставить в паспортах фальшивые штампы о въезде в Иран. Американских дипломатов переодели и несколько изменили внешний облик. Сотрудники разведки вновь и вновь обговаривали с ними детали их легенд. Иностранные дипломаты, которые помогали американцам скрываться, устроили прощальную вечеринку. На столе появились уже запрещенные в Иране вино, шампанское и более крепкие напитки. Вся группа вылетала ранним утром 28 января 1980 года. В пять утра они уже были в аэропорту. Сонные иранские чиновники отштамповали паспорта, не глядя. Когда самолет швейцарской авиакомпании поднялся в воздух, все наперебой заказывали у стеардесс коктейль «Кровавая мэри». Но остальные дипломаты оставались в руках иранцев. Над американцами глумились, им связывали руки и завязывали глаза, держали в подвале. Кормили захваченными в посольстве запасами консервов. Но их срок годности кончился, и еда стала опасной. Соединенные Штаты ощущали полнейшее бессилие перед лицом обезумевших фанатиков. В выступлениях имени наводили страх на американцев. Иранцы требовали казнить шпионов из захваченного посольства. Президент Картер пытался договориться с Тегераном. Руководитель президентской администрации Гамильтон Джордан провел тысячи часов секретных переговоров. Но поскольку администрация Картера ничего не предприняла после нападения на посольство, иранцы решили, что Картер слаб и бояться нечего. Переговоры ни к чему не привели. Тогда Картер приказал министру обороны Гарольду Брауну силой освободить заложников. Картер был человеком упрямым и привык добиваться цели, которую считал справедливой. Когда он впервые баллотировался в Сенат штата Джорджия, в одном из избирательных участков местный политический босс, поддерживавший соперника Картера, велел каждому избирателю голосовать за нужного человека и сам вытаскивал бюллетени из урны, чтобы проверить, все ли в порядке. Бюллетеней в урне оказалось больше, чем избирателей. Картер опротестовал результаты выборов, дело разбиралось в суде, борьба продолжалась долго, но в конце концов Картер получил место в Сенате. Готовясь к президентским выборам, Картер с утра работал у себя на ферме, а после обеда отправлялся куда-нибудь выступить. За четыре года он произнес 1800 речей. Вместе с женой они за это время пожали руки шестистам тысячам избирателям. Мы с Розалин, вспоминал Картер, пожимали руки толпам, приходившим на распродажу скота и табака, на выставке лошадей, на родео, посмотреть футбольные матчи или другие спортивные состязания. Мы заходили в городе в каждую парикмахерскую, косметический кабинет, ресторан, магазин, на каждую заправочную станцию. Часами мы стояли у вращающихся дверей крупнейших торговых центров и общались с каждым покупателем. Если было слишком рано, чтобы застать людей на работе, мы встречались с ними на остановках автобусов или отправлялись на пункты сбора местных полицейских, пожарных, ремонтников и мусорщиков. В 12 лет будущий президент Картер, прочитав «Войну и мир» Толстого, увидел в романе подтверждение собственной убежденности в том, что историю делают не вожди, а простые люди. Джимми Картер также пришел к выводу, что принимающие решения политики и чиновники изолированы от тех граждан, которых эти решения больше всего затрагивают. Он свято верил в правоту того, что делает, и серьезно относился к своим обязанностям. В Вашингтоне готовили их к спасению заложников всю зиму 80-го. Отправить в Тегеран решили отряд войск специального назначения «Дельта» под командованием полковника Чарльза Беквата, воевавшего во Вьетнаме. Многие офицеры считали операцию невыполнимой. Говорили, что успеха можно добиться только чудом. Тегеран находится в глубине страны, на значительном расстоянии от дружественных американцам государств. К тому же иранцы ожидали нападения, и захваченное посольство охраняло множество вооруженных стражей революции. Разработали такой план. Транспортные вертолеты Си-130 «Геркулес» и вертолеты Си-Стелён «Морские жеребцы» с десантниками на борту входят в воздушное пространство Ирана и садятся в 300 километрах от Тегерана. Кодовое обозначение «Пустыня-1». После дозаправки вертолеты перебрасывают спецназ на площадку заброшенных соляных шахт. Кодовое название «Пустыня-2» в 80 километрах от Тегерана. Здесь спецназ пересаживается на машины и едет в сторону Тегерана. Ночью они атакуют посольство и освобождают заложников. Вертолетчики прикрывают спецназ с воздушкой. На всю операцию отводилось 36 часов. На штурм посольства освобождение заложников 45 минут. С территории посольства вертолеты должны были доставить спецназ и заложников к старому аэродрому, который мог принять большие транспортные самолеты. Аэродром должна была заранее захватить и удерживать вторая группа спецназа. Подготовку не решились проводить на обычной базе спецназа в форт Брэггер, потому что за ней постоянно следили советские разведывательные спутники. Тренировались в пустыне штата Юта, которая напоминает иранские пустыни. Слабым звеном оказались вертолетчики, которые плохо ориентировались в ночных условиях. Но времени на их подготовку не оставалось. Картер до последнего не хотел прибегать к военной силе, но дипломатические усилия государственного секретаря Сайруса Венса не увенчались успехом. 7 апреля 1980-го президент Картер приказал разорвать дипломатические отношения с Ираном. 11 апреля на заседании Совета национальной безопасности президент Картер разрешил проведение военной операции «Коготь-Орла». Он принял двух полковников и благословил их на подвиг. Изучая любую проблему, Картер требовал все больше и больше справок о проблемах, которые предстояло решить. Он был уверен, что справится, если разберется во всех деталях. Однажды президент Картер заметил, что рядом с Белым домом из крана бежит вода. Он остановил сантехника и стал его расспрашивать. Почему вода выливается? Сколько это стоит? Почему деталь оказалась дефектной? Его помощники считали, что Картер напрасно тратит энергию на пустяки. Ему бы сосредоточиться на глапном. Государственный секретарь Сайрус Венс не согласился с планом освободить заложников в Иране. Венс сказал, что уйдет в отставку вне зависимости от того, будет ли спасательная операция успешной или провалиться. Джимми Картер связал с освобождением заложников свою политическую судьбу. «Мой недостаток – я не иду на компромисс в отношении принципа, который считаю верным», – говорил о себе Картер. «Один политик как-то сказал обо мне, упрям, как черепаха из Южной Джорджии. Бездумный отказ от компромиссов, конечно, глуп. Но, может быть, пришло время отказаться от компромиссов по принципиальным вопросам?» За три недели до начала операции сотрудник американской военно-воздушной разведки проехал на мотоцикле через район приземления американского десанта. Он установил наземные огни для облегчения посадки. Эскадрилью транспортных самолетов С-130 перебросили в Египет будто бы для совместных маневров. Из Египта летчики перелетели в Аман, где находился старый аэродром британских военно-воздушных сил и где они дозаправились перед дальнейшим полетом. Восемь морских жеребцов поднялись вечером в воздух с палубы авианосца «Нимец», находившегося в Аманском заливе. Эти вертолеты выбрали по той причине, что в каждой из них можно было посадить 30 человек. Но дальше все пошло из рук вам плохо. Специалисты считают выбор вертолетов главной ошибкой. Пилоты из морской пехоты не имели опыта длительных полетов и дозаправки. Пилотам приказали лететь на минимальной высоте около 60 метров. В результате вертолеты попали в пылевую бурю. У одного сразу начались технические проблемы. Пилоты еще двух машин потеряли ориентировку, то есть заблудились в условиях плохой видимости и совершили вынужденную посадку. До места посадки с часовым опозданием добралось только шесть машин. Из них одна при посадке повредила гидравлическую систему. Дозаправка вертолетов проходила уже на иранской территории. Вдруг американцы заметили на шоссе машину. Это был рейсовый автобус. Автобусы остановили, пассажиров вывели и уложили на песок. Тут на шоссе появилась автоцистерна с горючей. Водитель не подчинился приказу остановиться. Машину подорвали, она вспыхнула. В полной темноте пожар был виден издалека. Дозаправка проходила в полной темноте. Один из вертолетов налетел на самолет заправщик и пропорол ему брюхо. Обе машины вспыхнули. Сгорело все топливо, предназначенное для операции. Восемь человек, пять пилотов самолета и трое вертолетчиков погибли. Обломки взорвавшихся машин повредили еще четыре вертолета. В огне рвались боеприпасы. Бойцы спецназа, решив, что на них напали иранцы, открыли беспорядочную стрельбу. С командного пункта, развернутого в Египте, требовали продолжать операцию. Но у полковника Чарльза Беквента, который находился в пустыне вместе со своими бойцами, оставало всего пять вертолетов. Во время штурма и они могли быть повреждены, что делало операцию невозможной. На двух-трех вертолетах немыслимо было эвакуировать больше 170 человек, то есть всех заложников и спецназ. Полковник Беквейт, видя, что теперь все бессмысленно, приказал бросить технику, оружие, погрузил всех в транспортные самолеты и дал приказ взлетать. На следующий день иранские солдаты обнаружили четыре брошенных вертолета и остатки сгоревших машин. Американцы так торопились, что даже не уничтожили оставшиеся на земле вертолеты и находившиеся в них секретные документы, что позволило иранским спецслужбам выявить и арестовать американских агентов внутри страны. Операция по спасению американских дипломатов в Тегеране, которых стражи исламской революции взяли в заложники, провалилась. Президент Картер обреченно сказал, что все пошло к черту. Он нашел в себе мужество выступить по телевидению и рассказать о неудаче. 6 мая 1980 года он объявил днем траура по погибшим военнослужащим. Полковника Беквейта отправили в отставку. В историю эта неудачная операция вошла как самый скандальный провал американских спецслужб. Иранское руководство приняло решение рассредоточить заложников, чтобы исключить возможность повторения спасательной операции. Заложников развезли по разным тюрьмам, часто меняли их местонахождение. Шанс на спасение появился, когда изменилась политическая ситуация. Неизлечимо больной шах скончался. А Иран втянулся в кровавую войну с Ираком, которая будет продолжаться в 8 лет. Напав на Иран, Саддам Хусейн говорил о желании освободить братьев-арабов, томящихся под властью персов. В результате он хотел реализовать давнюю мечту – разгромить исторического противника. И рассчитывал расширить свою империю за счет иранской нефти и иранской плодородной земли. Информация о происходящем в Иране, казалось, сулила Саддаму быструю победу. Разведка сообщала ему о послереволюционном хаосе, о распаде армии. И поначалу войска Саддама Хусейна брали вверх. Иранская армия отступала. Иранские политики с удивлением обнаружили, что решительно никто в мировом сообществе не намерен становиться на их сторону в войне с Саддамом Хусейном. Аетала Хамени счел, что заложники ему больше не нужны. Накал антиамериканских эмоций и настроений в стране и так был высок. А введенные Соединенными Штатами санкции все-таки вредили иранской экономике. Говорят, тогда Хамени произнес, мы выжили их как лимон, они нам больше не нужны, отправьте их назад. Иранцам пришлось вступить в переговоры. С американской стороны их вел заместитель государственного секретаря Уоррен Кристофер. Переговоры шли через посредства Алжира. Иранские исламисты жаждали только денег. К удивлению алжирцев представители революционного Ирана отчаянно торговались за каждую копейку, как на базаре. Потребовали по 4 миллиарда долларов за каждого заложника. Согласились на 8 миллиардов за всех. Деньги взяли с иранских же счетов, замороженных в американских и европейских банках. Американцы вычли из этой суммы иранские долги и 3 миллиарда перевели в Иран. Президентские выборы в Соединенных Штатах приходились на первую годовщину захвата американских дипломатов в Тегеране. Джиме Картеру нужно было освободить их до дня выборов. Это бы ему помогло. Прибавило бы симпатии в глазах избирателей. Но иранцы не торопились. Картер проиграл выборы Рональду Рейгану. Американцы хотели верить во главе страны более твердого человека, чем Джимми Картер, который позволил иранским исламистам захватить посольство. Так что Аятоллах Амини тоже внес свой вклад в избрание президентом Рональда Рейгана. Иранцы считали, что поладят с Рейганом лучше, чем с Картером. Наверное, они сильно удивились, когда через несколько дней после избрания новый американский президент назвал иранцев варварами, с которыми он вообще не желает иметь дело. Картеру хотелось хотя бы освободить заложников, пока он остается в Белом доме. То есть до 20 января 81-го дня вступления в должность нового президента. Но в Тегеране согласились отпустить дипломатов только через 40 минут после того, как Рональд Рейган принес присягу. Заложников вывезли из Тегерана на алжирском самолете. Причем в воздух одновременно взлетели два самолета. Иранцы не знали, в каком находятся бывшие заложники. Алжирцы не хотели, чтобы у иранцев в последний момент возник соблазн сбить самолет с американцами. Рейган любезно предложил Картеру отправиться в ФРГ, куда доставили освобожденных американцев в качестве личного представителя президента. 21 января 1981 года уже бывший президент вместе со своей командой посетил освобожденных заложников, которых поместили в американском военном госпитале. Гамильтон Джордан вспоминал, «Картер выглядел таким старым и усталым, каким я его никогда не видел». Глубоко верующий человек, Джимми Картер оказался не слишком удачливым президентом и продержался в Белом доме только один срок. Но жизнь в Вашингтоне его не испортила. Картер остался тем, кем он был – фермером и учителем в воскресной баптистской школе. Новый президент Рональд Рейган устроил в Белом доме прием в честь освобожденных американцев и предупредил, что международный терроризм становится главной опасностью современного мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова